Для тех, кто пропустил предыдущие серии и талон-шоу, коротко напомним о ситуации в доме по улице Октябрьская, 21. Тут долгов целая куча. Пусть сидят в грязи, так сказали. Вот этот линолеум стелили еще при мне, когда я работала здесь. Это в каком году? Это, не соврать, в 99-м. То есть здесь с 99-го года не меняют линолеум? Нет. Это все раздолбано, да? Вот оно все, это сломано, все сгнившее. Вот пройдите, посмотрите, как света нет. Все это оголенная проводка, вот посмотрите, все это. Люди лазят здесь, могут током шарахнуть. Вот, под декраской. Тут ничего, никогда ничего не делается, все не менялось. Уже сколько лет, вот, дверь в туалет. Вода течет постоянно по этой стене. Год-два нам от силы, вот сантехни сказал, год-два и эта стена обрушится. Вот, еще с той стороны упала вентиляционная, это вся полностью упала. Стены как отошла, так и упала. Никому и до этого ничего, дела нет. И вот спустя несколько лет войны с управляющей компанией «Эталон-С» дело дошло до суда. Но, как ни странно, ни один из представителей «Эталона» на нем так и не появился. Вместо этого они отправили ходатайство о переносе заседания. Из-за того, что им якобы отправили не все копии документов и приложений. Однако, по словам адвоката-заявителя, все необходимое у них давно уже на руках. Юрист «Эталона» также попросил участие то, что до этого момента она пребывала в отпуске. «Скодательство об отложении, только единственное, что они просят, с учетом отпуска, до 15 октября. А вы говорите, что это один присуток? Нет, помните, как по процессам, как по «Эталону» своему походило низкого. Ну ладно, даже юристы у тебя в отпуске, у тебя есть замы, и сам ты можешь ходить. То есть это неуважительная причина. Ну, раз «Эталон» не идет в суд, значит мы идем в «Эталон». Однако узнать причины их неявки у нас не получилось, так как и на рабочем месте никого из руководства вновь не оказалось. А когда будут? Не могу сказать. Ну, обычно не во сколько приходят? Ну, сейчас же отопительный сезон начался, поэтому где-то на объектах, наверное. Напомним, что управляющая компания «Эталонэ» с годами собирает деньги жильцов дома по улице Октябрьская, 21. Но в ответ собственники получают ничего, кроме мусора и почти полного бездействия. И даже судья арбитражного суда была поражена фотографиями царившего здесь беспредела. Вот здесь, сюда заходим. Ну, без мобилок вообще? Вот, 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 все. Одно действующее. То есть здесь вообще кисточник зародил. Это, получается, первый и второй этаж уходит вот сюда. Мы вынуждены, как бы, квартиру, вот, да, вот, более крупную складу, то есть вынуждены, как бы, у себя дома держать просто туалетное ведро, и с этим ведром как бы идти, потому что я детей в такие условия не могу отправить. Истец также поведал судье о разбросанном по дому мусоре и об опасной проводке, о выбитых оконных рамах в подъездах и о гнилых протекающих трубах. Все готовят, все готовят, как бы, у себя это. Нет, а там, где должна была быть кухня? Там, где должна быть кухня, просто стоят рукомойники. Вода есть, подвод холодной, горячей воды. Которая все протекает. Которая бежит все. В итоге суд отложили на следующий месяц для дальнейшего рассмотрения. Сейчас прошло судебное заседание по искусу управляющей компании «Эталон-Эс», которая обслуживает дом по улице Октябрьская, 21. Я являюсь жильцом этого дома. Ну, по судебному процессу, процесс переложили до 12 октября. А мы будем и дальше следить за развитием событий и надеяться, что хотя бы суд заставит «Эталон-Эс» работать. Чингис Ачиров, Алексей Жилин, Анатолий Пляскин, телекомпания АТВ.